Сарга 53. История о Лиле, о восприятии миров. Васиштха сказал. Получив дар Сарасвати, вторая Лила в своем тонком теле воспарила к небесам, чтобы присоединиться к своему мужу, великому царю. Наполненная огромным желанием встречи и блаженством ее ожидания, она как птица взмыла в небо в своем тонком теле. Здесь она встретила свою дочь, посланную богиней и появившуюся как будто из великого зеркала собственных воспоминаний. Девочка сказала. Приветствую тебя, о царица, я твоя дочь. О подруга Сарасвати, я ожидала тебя здесь, на этом небесном пути. Лила сказала. О богиня, отведи меня к моему мужу, Олота Саокая. Встреча с великими никогда не остается без награды. Васиштха сказал. Пойдем же туда. Произнеся это, девочка взлетела перед ней, показывая дорогу. Лила полетела за нею в глубину неба, как будто следуя благоприятной линии на открытой ладони. Сначала они пересекли пояс облаков, потом прошли путь ветров, миновали путь солнца и отправились далее за звездные небеса. Они быстро прошествовали за миры ветров, индры, божеств и ситхов, миновали обитель создателя Брахма, Вишну и Шивы и прибыли на верхушку вселенной. Как ледяной холод выходит наружу из закрытого горшка, так Лила по своему пожеланию вышла за пределы вселенной. Лила, чье тело было лишь созданием ума, ощущала свое путешествие, порожденное собственными представлениями. Миновав обитель Брахмы и других богов, она достигла границы вселенной. Затем, выйдя за пределы вселенной, она пересекла покрывающие ее оболочки, начиная с водной. Двигаясь далее, она домчалась до пространства высочайшего сознания, границы которого недостижимы даже для Горуды, летящего с огромной скоростью сотни миллионов эпох. Здесь пребывало бесконечное множество невидимых друг другу разнообразных вселенных, подобных бесчисленным плодам в огромном лесу. В один из этих миров, окруженных оболочками, Лила и вошла, как червяк проникает в плод, прогрызая ход. Снова прошествовав сквозь сияющие миры Брахмы, Индры, Вишну и других богов, она достигла прекрасной огромной страны под звездами. Долетев до этой страны и до того же города, она вошла в покои и оказалась рядом с мертвым телом усыпанными цветами. Там красавица Лила не увидела дочери, которая куда-то пропала, подобно иллюзии, понятой как иллюзия. Увидев лицо мертвого тела, она узнала в нем мужа своим развлечением. Она подумала, это мой муж, сраженный в битве царем Синдху. Достигнув небес героев, он мгновенно счастливо успокоился. Благодаря милости богини Сарасвати я прибыла сюда в этом теле. Воистину, мне дано великое благословение. Так, размышляя и взяв рукой прекрасное Апахала, она начала обмахивать им тело царя, как небеса освежают землю луной. Пробужденная Лила спросила, что сказали слуги, служанки и проснувшийся царь. Поведай, о богиня, что они подумали. Богиня ответила, царь и слуги видят и узнают друг друга по причине единства пространства сознания и благодаря нашему благословению. Будучи отражениями высочайшего сознания и пребывая убежденными в незыблемости законотворения, они видят один другого как отражение друг друга. Это моя собственная жена, это мой друг, это моя царица и это мой слуга. Только ты, я и она будем полностью знать всю эту удивительную историю и никто другой. Пробужденная Лила спросила, почему эта красавица Лила не пришла к мужу, благословленная тобой, в своем плотном теле? Богиня ответила, для тех, чей разум не пробужден, невозможно, пребывая в собственном теле, достичь высших миров, возникших силой благих заслуг, как тень не может оказаться на солнце. Так установлено мудрыми с начала создания, что истина несовместима с неправдой. Как те, кто не имеет понятия о привидении, могут увидеть привидение, воображенное ребенком? Пока в человеке пылает жар неразличения, как в нем может взойти прохлада Луны разумного развлечения? Тот, кто убежден, я являюсь материальным телом и не способен лететь в пространстве, не может иметь другого понятия и не способен летать. С помощью мудрого развлечения, благих заслуг или благословения, полученного свыше, люди попадают в другой мир с благим чистым телом. Как сухие листья сгорают мгновенно, обращаясь в пепел, так в момент, когда обретено тонкое тело, пропадает понятие «я есть это материальное тело». Так же происходит в случае благословений и проклятий. Только при возникновении понятия о себе, таком или ином, возникает память об этом. Как ощущение змеи-веревки не может вести себя, как змея, так и то, что не существует в сознании, не может сделать что-либо. Понятие «это мертво» является неверным восприятием, которое возникает воистину только в силу прошлых привычек. Повторяющееся восприятие мира и прочего действительно не создается кем-то иным. Эти легко возникающие иллюзии порождаются собственными повторяющимися восприятиями мира. Восприятие мира возникает внутри, но людям, не владеющим истиной о видимом мире, они кажутся внешними объектами, далекими, как луна в небе. Такова сарга 53 история о Лили, о восприятии миров, книги 3 о создании, Махарамаяны, Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной в Алмике.